Хотя по некоторым адресам из тревожного списка пожарных возгорания уже случались достучаться до своих визави инспекторам не просто и в прямом и в переносном смысле. Судя по количеству бутылок всех мастей в этом домовладении, приоритеты хозяина очевидны. И это вовсе не пожарная безопасность. Нам в очередной раз придется посещать данную территорию домовладения, ввиду того, что большая горючая нагрузка. Вместо компактного проживания цыган пожарных тоже многое настораживает. В этом доме полно ребятишек, а печь вовсе без заслонки. Рядом с ней ковер. Она у нас находится в аварийном состоянии. Здесь должен находиться притопочный лист. Потому что, не дай бог, сейчас выпадет, у вас полючий материал. У вас начнет сгореть он полностью. Во-вторых, трещина. Вы видите, что у вас трещина в оходе? У вас со временем он просто загорится. Вы будете ночью спать, а он загорит. Еще один дом, еще одна дровяная печь и снова не зачет от инспекторов. Не все ладно здесь и с электропроводкой. Вот эти скрутки ни в коем случае нельзя. Тут скручивают какие провода? Алюминий с медью. Инспекторы говорят, для них дома, построенные по так называемой цыганской технологии, являются постоянным источником тревоги. Наибольшую тревогу сотруднику Старственного пожарного надзора вызывают такие жилые постройки, выполненные, как на этом примере, из строительных конструкций, бывших употреблений, выполненные пустарным способом. Ввиду того, что они полностью деревянные, риск возникновения пожаров очень велик. Плотность застройки, переход огня с одного строя и на другой неизбежен. Как мы видим, на данной территории расположено несколько жилых домов, в которых проживает огромное количество людей. Однако в Орлее есть строения, рядом с которыми цыганские хижины покажутся хоромами. Одного взгляда на этот дом достаточно, чтобы понять пожарную безопасность. Здесь, мягко говоря, не на первом месте, а красного петуха можно ждать в любой момент. А что же у вас такое с окошками? Как зимовать вы будете? Мы сейчас стеклим, раму приготовили, стекла покупаем на дно. Будете делать, да? А чем топиться будете зимой? Зимой у нас, ну как сказать, мы у соседей будем. Да вы до зимы тут не дожили. Да вы ничего не понимаете. Мы понимаем, мы за вас на порозах. Пункт временного размещения может. А с нами будет все хорошо. Как раз в этом визитеры не уверены. Стек, вам кто-то выбил или каким образом-то они, почему они отсутствуют? Ну это сын пьяный. Пьянство в сочетании с курением представляет двойную опасность. А среди гор бытового хлама проверяющие заметили окурки. До граждан доводится профилактическая информация о недопущении злоупотребления спиртными напитками, а также об опасности курения в бытовых условиях. Внутрь своих апартаментов хозяйка визитеров так и не пустила, сославшись на ветхость половиц. Убедить женщинам перебраться куда-либо из ветхого стылого дома пожарным так и не удалось. Иван Суверин, телеканал Первый областной.